Музейно-выставочный комплекс продолжает удивлять необычными и интересными проектами. В одном из залов картинной галереи проходит выставка живых экспонатов. Жители городского округа Люберцы могут увидеть бабочек, привезенных из Филиппинских островов, а также обитателей террариумов. Это парусник полинур. Она имеет характерный зеленый цвет, чтобы ей было легче прятаться в зелени. Под разными углами вот эти диагональные линии, которые сейчас светло-зеленого цвета, становятся ближе к голубоватому цвету, чтобы ей было еще легче маскироваться в воде. Знает о бабочках все и даже немного больше. Наталья Фиданц – один из координаторов выставки «Чудеса тропика». О самых красивых насекомых может рассказывать бесконечно. Я даже это не считаю за работу. Это как вот… Прихожу как к себе домой. То есть для меня бабочки – это такая вот большая семья. И я забочусь о них. А забота бабочкам нужна колоссальная. Чтобы продлить их и без того короткую жизнь, организаторы выставки создали специальный шатер, где поддерживается определенная температура и влажность. Два раза в день тропических красавиц кормят медовым сиропом. Руками каждую бабочку нужно прокормить вручную. Если этого не делать, бабочка просто погибнет. В среднем бабочки живут конкретно те виды, которые представлены у нас на выставке от трех дней где-то до двух недель. А в природе бабочки живут от нескольких часов до года где-то. Все зависит от вида и от реала их обитания. На выставке представлено 13 видов филипинских бабочек. Коллекция живых экспонатов обновляется и дополняется каждую неделю. Мы увидели рекламу в телеграм-канале и решили после школы с детьми сходить. Для детей это важно, это развитие. С бабочками они встречаются только летом на даче где-то. Кроме живых бабочек в этом зале представлена большая коллекция сушеных насекомых от известного советского энтомолога Андрея Нисковича, а также террариумы с пауками, скорпионами и даже питоном. Посетить выставку можно до 5 ноября включительно. Луиза Игязырян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.